Привет, привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий. Не забыли мы про незабытых, поэтому история про Олежку продолжается. Мы остановились перед подвалом, да? Звон цепей, кто там сидит, и не знаю, кого пытаются сдержать эти цепи, ну, наверное, невероятно сильного. Звук стал громче, я на верном пути, думаешь, ты... И скидываешь ковер, и скидываешь ковер, под ним оказался люк. Шум цепей стал оглушительным. Ну, выбора у нас нет, нужно заходить. Сердце. Ну, почему, почему я потерял... Я что случилось? Я упал, что ли? Или что случилось? Почему я потерял здоровье? Ты, не раздумывая, погружаешься в темноту и закрываешь за собой люк. Или это не здоровье? Может быть, это какой-то рассудок? Я так и знал. Уроды, они схватили тебя и врали мне. Крутится у тебя в голове, пока ты быстрым шагом спускаешься по старой лестнице. Ты бы давно закричал. Русалина, я пришел! Если бы был на сто процентов уверен в том, что внизу действительно она. Глаза начали привыкать. На самом деле здесь не так уж и темно. Хорошо это или нет, через старые доски проникает достаточно света, чтобы увидеть, что здесь творится. Ты спустился вниз и застал картину, увидеть которую не ожидал. Оленяшка. Ты увидел его. Того странного человека, наряженного в оленя твоего врага по неволе и брата по несчастью. Он был закован цепями. Голова опущена. Что-то неразборчиво мычит. Он гремел цепями, отчаянно пытаясь разорвать их. На несколько мгновений он становился то ли от боли, то ли от усталости, но вскоре начинал вырываться снова безуспешно. Егорка нам рассказывал, что этого человека они приютили, и он после этого через некоторое время обезумел и полоснул ножом одну из жительниц, ту девушку в капюшоне. Он говорил, что у него вселились духи, и нам нужно с ним драться. Может быть, сейчас решить эту проблему, взять ножичек, который у нас есть, лежит на столе, и все? Но, наверное, не все так просто. Да что такое? Ну почему? Наверное, это рассудок. Это не жизнь, наверное. Хотя, может быть, все перемешку. Человек-олень уставился на тебя и Сташон обучал. У него в зубах что-то было. Скорее всего, тряпка, которая не давала ему кричать. Я, я должен. Ты сжал зубы и сделал пару шагов в сторону человека. Человек-олень полностью притих и смотрел на тебя своим безумным взглядом. Все-таки, видишь, взгляд безумный немножко. Молча вынуть, попросить, попросить. Не, давай попросим, давай попросим, чтобы он не дергался и не шумел, чтобы он нас случайно не поранил своими рогами. Давай попросим. Я выну кляп и прошу вас, не делайте глупостей. Я только хочу поговорить. Учти, вопросишь ты, заколванного в цепи человека, прежде чем достать кляп. Он кивает. Понимает, понимает, отлично. Думаешь, ты решаешься достать тряпку из его рта. Ты осторожно, осторожно приблизился к кузнику. Он не двигался. Ты достал кляп из его рта и сделал несколько быстрых шагов назад. Все же его вид не может не вызывать страха. Спасибо. Жутким низким голосом произнес олень. Помоги мне. Ослабь кандалы. Я почти расшатал оковы. Нужно только подеть чем-то. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Мне про тебя тут рассказывали всякого. Не помогать, помочь. Да ну и к черту. Ну, это же все-таки какая. Ну, помочь. Я бы помог. Я бы помог. Ты должен помочь ему. Как бы жутко он не выглядел, что бы вам обоим не рассказал Егор, он человек. Несчастный, попавший в беду. Такой же, как и ты. Ты сделал, как он сказал. Как только ты ослабил оковы, человек-олень то ли расхохотался, то ли закашлял. Только не надо вот и расхохотался. Потому что я думаю, что это чревато для меня. Теперь. Теперь. Когда я ослабил, да? Вы должны ответить мне на вопросы. Отойдя в сторону, сказал я. А ты не знаешь. О, это пребывание в неведении. Ухмыляясь, говорит олень. Мы будем драться, Олег. С дикой улыбкой и горящими глазами говорит закованный человек. Слушать? Откуда вы знаете мое имя? Подслушали, наверное? О, Олег. Как же ты мало знаешь. Ты совсем не понимаешь, что здесь происходит? Смеясь, говорит истощенный человек. А не пойди на плелечу, что в меня вселился дух, да? Ха-ха-ха. Да, да, да. Ха-ха. Так и было. Так и было. Смешно тебе, да? А мне вообще не смешно. И что этот злой дух терзает сына Егора. И только изгнав его, всем станет лучше, да? Хриплым голосом говорит олень и смеется. Жаль, что Егору пришлось придумать этот бред, чтобы столкнуть нас с смертельной дракой. Но я-то знаю, что это лишь испытание, чтобы найти достойного воина. Им буду я. Злобно улыбаясь, похрипел олень. Ага. Ты. Почему так все сложно? Кому мне верить? Это просто сумасшествие. Что за интриги? Что за безумие? В который раз эти мысли кружатся в твоей голове, не давая трезво оценить ситуацию. Сердце сущит, сбивается дыхание. Да что такое? Вряд ли получится избежать драки. Даже не знаю, у кого больше промыты мозги. Может, у оленя или жителей деревни, или меня. Хотя, может, попробовать убедить оленя, а? Послушает ли он? Пока ты пилил взглядом стену, продумывая эти мысли, олень продолжил. Даже говорить не буду, что мне сказали про тебя, Олег. Но мы-то оба знаем, что это все полный бред. Тем не менее, я убью тебя. Сквозь зубы сказал. Нет, человек оленя, ну ты хотя бы расскажи, что тебе рассказали, а? А я про тебя расскажу. Что вы сказали-то? Это не имеет значения. Ты лучше готовься, городской. Я многому научился среди дикарей. Тебе не выжить. Со всем хриплым голосом ответил человек оленей и повесил голову. Он явно истощен и говорит он с трудом. Ты давай истощайся и дальше потихонечку. А я пойду и поем оленинки, и мы будем потом драться. Давай попробуем убедить. Послушай, послушай. Нам нечего делить. Твой голос скрывается на крик. Послушай, мы не должны драться. Ты еле держишься на ногах. Ты ранен. Ты ранен. Слаб. Я не могу добивать раненого. Это неправильно. Мы должны объединиться. Так у нас будет хотя бы шанс. Ты отчаянно пытаешься убедить узника. В ноль? В ноль? Что такое? В ноль отношения с оленьем. Ты понимаешь? В ноль. Ну и черт с тобой. Человек-олень никак на тебя не реагирует. Тебе кажется, что он смеется. Но возможно он кашляет. На его побитых руках красные капли. Кажется, он кашляет кровью. И что это значит? Боюсь с ним больше не поговорить. Может, да все-таки надо было ему угрожать, да? Убеди. Там троллива. Ля-ля-ля-ля. Не понимал бы этого всего. Он только понимает угрозу. Силу. Ну что же делать? То сделано, то сделано. Видимо, у меня нет выбора. Ты глубоко вздохнул. И отойдя на некоторое расстояние, сел, облокатившись на стенку, схватив руками голову. Почему это со мной происходит, а? Почему это со мной все происходит? Задаешься ты одним и тем же вопросом, в который раз? Ты крепко сжимаешь нож в кармане своей куртки, которую тебе дал Егор. Так у меня точно будет шанс. И думаешь, ты про себя, пытаясь собраться с мыслями. Ты уже хотел подняться наверх, но вдруг люк открылся, и кто-то начал спускаться по лестнице. Фу. В повещение зашел Егор. Не один с мужиками. Оле, а что ты тут делаешь? С подозрением спросил Егор, переводя взгляд с тебя на оленя и обратно. Че делаю? Да не буду я оправдываться, не буду я отвечать. Ничего, отстали, вы надоели мне уже. Ты опустил голову, не промолвив ни слова. Вдруг че-то они топ подумают. Буду молчать. Хе-хе-хе. Пускай, может, подумают, что я сбриндил немножко. Думаешь, ты про себя и ждешь, что случится. Бить будут, наверное, гады. Ладно. У нас нет времени на это, строго отрезал Егор. Я возьму мальчишку, а вы скрутите оленя и выводите наверх. А кто мальчишка? Я мальчишка или ты про снишку своего? Приказал Егор мужикам и указал тебе на выход. Не проранив ни слова, ты поплелся за Егором. Он подбадривал тебя и говорил какие-то напутствия, но ты едва ли его слушал. Твои мысли были целиком сосредоточены на предстоящей драке. Тебе жутко... Тебе жутко, мне жутко, да. Сердце колотится, как сумасшедшее. Ты пытаешься контролировать мысли. Надо сделать все возможное. Я знаю, я смогу. Олень гик. И силен. Ну, я справлюсь. Да как же он силен? Он обескровлен. Ты крепко сжимаешь рукоять ножа в своем кармане, и это придает тебе силы. Ты вспоминаешь. Все-таки, наверное, наверное, как-то нужно было бы объединиться с оленем, и мы могли бы что-то сделать, я думаю, вдвоем. Надо, наверное, как бы... Надо было его убедить. Ты вспоминаешь, взгляд человека оленя. Ваш разговор, может, стоит не драться. Что будет, если этого не делать, а? Ну, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. О, все собрались. И бабулька заглядывает в телевизор. Вы пришли в центр поселка. Там, где еще совсем недавно плясали женщины, и ты принимал участие в ритуале, ты видишь сгрудившихся в кучу людей. Анастасию, старуху и девушку плащей. Они не сводят с тебя взгляд и молча ждут. Ты достаешь из кармана нож. Это грозное оружие, которое хоть и не гарантирует победу, но должно сильно помочь в бою. Ты не собираешься отказываться от какой-то возможности. Ты понимаешь, что это может быть последнее мгновение твоей жизни. Так, сейчас, наверное, придется читать очень быстро. Очень быстро, потому что назревает драка. Ты глубоко дышишь и концентрируешься. Меня охватывает удушливый страх за свою жизнь. Все не может так просто закончиться. Нет, 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 я верю, что моя жизнь закончится вот так, а? Я не верю. В кровь поступает мощный просто прилив адреналина. О, вышел с фонарями. Смотри, у него как эти торчат когти. А против тебя, расправив плечи, стоит человек-олень. Он изможден, у него дрожат ноги, лицо в царапинах, из ран сочится кровь. Несмотря на это, он все еще выглядит мощным и сильным. У него тоже есть оружие. Кто же там скрывается под острые когти, прикрепленные к его рукам? Что за его взгляд свиреп и беспощаден? Кажется, он ни перед чем не остановится. Я закрыл глаза и концентрируюсь, концентрируюсь на предстоящей битве, крепко сжимая нож в руке. С ним, с ним у меня есть шанс. Вот это мы попали в переделочку. Я смогу нанести смертельную рану оленю и победить его. Думаешь ты про себя и немного, немного мне прям стало спокойней. Вот что значит концентрация. А еще у меня есть этот амулет, который я выиграл в битве с Егором. Это ведь о чем-то говорит, да? Надеюсь, он придаст мне силы. А, ну это амулет, амулет, который мне дал Егор после того, как мы помолотились на калуках, на каблуках, на кулаках. В самом начале. Ух ты, началось. Внезапно лень выбивает тебя из твоих мыслей, замахиваясь на тебя когтями. Ты вовремя отпрыгнул, но он успел полоснуть тебя, немного разорвав одежду. Немного? Понеслось. Удар справа. Увернуться. Увернуться влево. Справа. Черт. Удар справа. Подожди. Влево. Удар слева. Вправо. Соперник запыхался после серии ударов. Он защищается рукой слева. Подожди. Справа ударим. Получилось. Ты найдешь удар вбок противнику. В общем, все надо в противоположную делать. Что ж, он двигается, он двигается, двигается. Он еще не выдохся, но понеслось дальше. Удар слева. Увернуться вправо. Удар справа. Увернуться влево. Удар слева. Увернуться вправо. Соперник запыхался. Он защищается рукой справа. Бьем в... слева. Получилось. Ты найдешь удар вбок противнику. Я ему все бока отбил. Все бока просто измесил этому оленю. Удар справа. Ну, влево. Давай по тактике нашей. Справа. Влево. Человек-олень пытается ударить тебя в торс когтями. Черт. Что делать? Давай так. Удар слева. Вправо. Противник падает на стек. Он задыхает от усталости. Прырдуть в живот. Прырдуть в живот его. Ты пырнул противника. Ты видишь, как кровь течет по его одежде. Ты отпрыгнул от него и ждешь ответных действий. Секунду. Продолжаю. В общем, пырнул я противника, да? Ай, пырнул. Ну что, пришлось. Или он, или я. Тут такое же дело, да? Ты видишь, как кровь течет по его одежде. Ты отпрыгнул от него и ждешь ответных действий. олень истекает кровью и сильно кашляет мне начинают вопросы конечно роится что стоило бы может быть защитная стойка может не надо вошел я в общем в азар да тут еще боец оказался взял прирезал это валение тем временем ты сам пытаешься отдышаться и осознать то что ты выжил ну мне кажется ли я или он получилось вот он он триумф приятная победа но что же тебе делать убить его или пощадить можешь ли ты убить или пощадить может быть указаться что все что угодно да сейчас я его убью потом роги мне приделают привинтят посадят на цепи и скажут ты будешь следующим может у них там ставки идут но я буду щадить я не буду его убивать я буду щадить ты бросаешь оружие на кровавый снег я не буду убивать может он и сам помрет живот то уже все дырка истошно кричишь ты прям истошно олень поднимает голову и смотрит на тебя изумленным взглядом убегай скорее кричишь ты не обращай внимания на возгласы толпы сейчас егорка его приделает все в порядке олег спокойно произнес егор он обошел несчастного оленя сзади обохватил его шею локтем последний раз ты посмотрел в глаза человека оленя полные мольбой о пощаде егор задушил его это было быстро нет что-то мне кажется нельзя допускать этого нужно что-то делать чтобы мы с оленем были на одной стороне что делать не знаю бездыханное тело оленя падает на снег как егор мог это сделать а так как по лицу увидим маньяк убийца черт черт нет он должен был ты роняешь кровавый нож на снег и глазами полный страха смотришь на егора толпа кричит от радости а егор тем временем уже подошел к тебе и хлопает по плечу сделал это ты сделал олег спасибо ты спас нас так ты ж его убил то я ты глубоко выдохнул отлегло прям кажется тебя не собираются убивать вслед за оленем надо собраться не думая трупе не думая трупе крутится у тебя в голове но собравшись мыслями ты сказал теперь вы мне поможете я выполнил сделку с надеждой обращаются да да конечно 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 олег как я и обещал я прямо сейчас выведу тебя из нашего поселка тихо отвечая тебе и горы отводит в сторону от людей и придушит меня оружие вытянув руку егор говорит егор ты послушно отдаешь оружие гору выбора нет чудо вы так слушаешься понимаешь люди не простят мне если я тебя вот так вот просто выведу ты делаешь шаг назад и уже готов кинуться на егора но тот продолжил нужно надеть мешок на голову нельзя чтобы чужаки знали как нам идти это единственный выход черт я думал что у меня сразу прирежет я еще мешок на голову оденет да не буду я соглашаться нет это очередное вранье показывайте куда идти я сам дойду только останьте от меня ты так громко кричишь что на момент образовалась полная тишина люди смотрят на тебя егор лишь вздыхает егор кинулся на тебя вместо с ним еще кто-то кто все это время стоял позади тебя и как они так подкрадываются черт все произошло так внезапно что ты даже не успел среагировать тебя обездвижили и обвязали веревку вокруг рук ты сопротивляешься но тебя крепко удерживают ткнув как собаку лицом в снег ты сильно дезориентирован дезориентировали меня гады вот сволочь веревка веревка крепко сидела на твоих руках люди готовьтесь несмотря ни на что мы сделаем то что должны сделать громким и авторитетно и авторитетно громко и авторитетно велел егор ведя тебя обратно на площадь всю залитую кровью тебя привели на площадь вокруг все те же люди но к ним добавился не пойми откуда взявшийся бонька который крепко держался за настисью но возможно ты его просто не замечал в полудраке разве это имеет значение орать сопротивляться чему будь марата ты пытаешься вырваться из сильной хватки и гора который держал тебя за связанные руки бесполезно бесполезно ты сильно утомлен выпустите меня я сделал что вы просили сколько можно исташон орешь ты но люди будто застыли никто не реагирует на тебя а егор кажется готовится произнести речь люди вот и определился победитель настоящий воин чистая душа чужак который достоин бы среди нас приветствуйте олега бонька иди сюда громко провозгласил егор люди орали что-то на своем языке и радостно вскидывали руки к небу все кроме то той девушки в капюшоне бонька же брыжа слюнями побежал к егору и вцепился ему в ногу бонька наш будущий воин осталось лишь провести заключительный этап нашего ритуала и ребенок будет исцелен и все это возможно благодаря нам братья и сестры так что же буду делать принесут меня в жертву наверно дикари именно олег оказался достойным который отдаст свою кровь и душу боньки конечно он прошел все испытания и сразился со своим соперником который не смог устоять против напора молодого воина отчетливо и выразительно продолжал егор что то есть они не собирались меня отпускать твари какие же они уроды значит это все было испытание чтобы определить кто станет сильнейшим что за бред какое переселение души крови ради этого все это было и так я умру нет нет думаешь ты пока егор продолжает заводить толпу что же делать я должен выжить и судорожно осматриваешься по сторонам поисках возможностей для побега ты замечаешь что рядом с бонькой на поясе егора висит тот самый нож может попробовать их выхватить его хрен что хрен он что заметит пока развлекать людей да и бонька всцепился как проклятый размышляешь ты медлить нельзя выхватить нож ты толкаешь боньку и ловким движением выхватываешь нож из-за пояса егора что же дальше ткнуть ты направил нож на егора и ударил его со всей силы он даже не успел опомниться удар в бок кровь он пытается закрыться руками но ты продолжаешь наносить удар за ударом несмотря даже на связанные руки накопившийся в тебе злость и страх наконец выплескивается вот это я маньяка хе-хе ну так а что что я боялся знаешь чего боялся я боялся выбора то что может быть взять заложники типа боньку да там и угрожать я думаю ну тогда как-то вот это вот не не по себе откнуть этого борова который хотел меня сейчас убить почему нет почему нет накопилось уже просто накопилось егур валится на землю люди замерли и затихли а бонька бонька куда-то убежал все в небывалом шоке от произошедшего ты стоишь с кровавым ножом и смотришь на окружающих людей в твоем взгляде будто считается кто следующий может ты бабуська ты отпрыгиваешь в сторону держа нож двумя руками кричишь отвалите от меня чертовы фрики хватит меня чертовы фрики кричишь ты отступая назад и крепко сжимаешь нож в руках кто побежит за мной зарежу ты разворачиваешься и со всех сил несешься в лес ты не оглядываясь бежишь лес что есть силы не замечая что еловые ветки до крови царапают лицо одежда рвется от обстучки просто ты не замечаешь усталость боли от крепко связанных запястья ты не знаешь есть ли кто позади ты идешь по лесу продираешься через сугробы промерз снег попадает за шивороты в ботинки кроме скрипа снега завывание ветра ничего не слышишь начинается вьюга вот черт думаешь ты наверное я помру да отношений уже ни с кем нету ни с жителями ни с оленем ни с девушкой ни с кем внезапно внезапно рук от леса прорезают сигнальный гудок или померещилась но вот еще один слабый нет точно не показалось ты двигаешься направлении звука и кричишь во все горло стойте стойте я здесь гудки звучат чаще и громче сквозь метель ты видишь мерцание света фары русалина автомобиль уже видно очень отчетливо из него выходит девушка спешит к тебе крича твое имя русалина какое счастье ты нашла меня черт ничего себе откопала машину все-таки откопала русалина обнимает тебя развязывает руки и ведет ковыряющего к машине поет чаем из термоса не задает вопросов валим отсюда скорее русалина русалина слушается выводит машину на трассу вы едете домой вот это я захотел узнать про родственничков в дороге когда ты отогрелся немного пришел себя на тебя обрушивается шквал вопросов от русалины где ты был почему ты в крови почему ты так одет что у тебя с руками да расскажу не поверишь да не поверишь ты да я начинаешь ты ты не поверишь это лишь предсказание автомат с гадалкой начал мигать проигрывать жуткую музыку это лишь предсказание и что это за бред разве так вообще бывает да да история странная но тем не менее что-то в ней есть задумчиво ответил ты русалини и почему меня так мало только в начале и в конце разве ты справедливо она тоже хотела участвовать в этом фильме недовольна бурчит русалина может быть автомат рассказывает историю о том кто кинул монетку и да задал вопрос резонно заявляешь ты может быть олег из сектантской деревни подкалывает тебя русалина и бьет по плечу хорошо хоть у тебя хватило ума не умереть в таком безумии и думала что ты справишься с такой ситуацией саркастически говорит русалина но ты пропускаешь это мимо ушей автомат вновь загорается гадалка говорит попробуйте еще раз история неизбежно изменится теперь вы сможете более осознанно выбирать и менять судьбу так как захочется заманчиво предлагает механическая кукла закончить игру начать задавая наверно закончим пока что так хорошо смотрите 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 здесь можно посмотреть истории значит конец истории я бежал но можно стать жертвой можно стать новым лидером надеюсь вы насладились вы всегда можете вернуться ко мне и повернуть историю вспять кто знает какие приключения могли бы случиться из сколько выборов вас ждет то есть вот здесь смотри все идет как бы одно за одним до выход из шахты смотри спонтанное свидание какое-то дам пропущено встреча героя изгнание убедить оленя все-таки можно сделать каменный нож подарок от девушки человечность кровожадность все это можно все это можно но кровожадность это наверно убийство вот как убедить что изгнать это еще вопрос ну что конец истории конец истории получилась она такая какая получилась но я честно слова не думал я думал что уже мне капец пришел да и меня сейчас вот о чем я думал так это что-то типа жертве что меня сейчас разделают как того оленя и будет бабуська мои потроха теребить но нет смотри-ка сбежали сбежали и горку правда прибили но это все все так как бабулька говорит это предсказательница это все предсказание а мы мы властители своей судьбы то мы можем делать все по-другому в общем но интересно интересная история интересные повороты спасибо что смотрели спасибо что участвовали пока пока до новых встреч пока